К вопросу о тютине. Если тютовник посадили во дворе, а оно дерево рослое, то его можно сделать вдоль забора в плоскость. Это будет выглядеть вот так вот. При этом, чтобы не так сильно росло, регулярно вырезается на пеньки. Дерево очень активно растет. Вот всякая мелочевочка остается. Это наш урожай. Данная ветка была отклонена. Она была практически вертикально, как и вот эта ветка. Та ветка тоже была отклонена. Та ветка была тоже вертикально. Она была отклонена. Выращена следующая ветка и тоже отклонена. Вот эта ветка вертикально, она остается. Она вырастет и ее тоже потом отклоню. Все в плоскость будет сделано. Так, вырезал. Вырезал на кольцо. Отлично все заросло у тютовника. Вот пошел зарастать прям прекрасно. Здесь недавно был вынужден убрать сучок. Тоже, как видим, на кольцо. Единственное, вот неплохо бы с на мисочкой вот это вот аккуратненько здесь вот это вот выбрать. Потому что вот эта часть зарастать не будет. Здесь нормально. Вот такого, конечно, лучше бы не делать. Но немножко было неудобно подлезть на желкой. Поэтому под низом подрезал, так оставил. Но это будет обрастать неплохо. Здесь ветку, чтобы она была толстая, чтобы ее согнуть, сделал зарезы. Но не всегда были когда-то зарезы. Вот запилил. Раз, два, три. Запилы. Здесь получилась кора отмерла. И получилась рана. Не всегда, хотя и пишут в садовых книгах, если большие стволы отгибать, бывает вот такая вот беда. Потому что был ствол довольно толстый. Сейчас он еще ранее, три года назад отклонялся. Понятно, что толщина была меньше. Но вот как мы имеем такую беду. Ну, здесь была вовремя убрана кора, вовремя зачищена, обработана. Она пошла зарастать. Тутовник. Тутовник. Вот такое получается симпатичное дерево. В лето, конечно, это сейчас оно не так уж. А вот в лето будет прям очень здорово смотреться. Задумка, чтобы оно было в плоскости. Вот так вот вдоль забора. Единственное, мое мнение, конечно, здесь вот стоит черемуха. Ей не место черемухе. Она вынуждена. И за счет того, что тутовник создает тень, ей черемуха тянется вверх. Ну, попросили черемуху не трогать. Я ее не трогаю. Но, насколько возможно, стараюсь сделать плоскости. Но нельзя забывать, что дерево гонкое, рослое, маленького роста не будет. Но здесь будет задумка опускать, чтобы оно просто стояло в стену. Именно формироваться будет как стеной. И регулярно внутри должно подрезаться. Между ветками должно быть доустаточное пространство, чтобы могла расти мелочевка. Иначе, если слишком близко между двумя ярусами, им тесно. Поэтому вот тот сучок, он сейчас временно стоит, он потом уберется. Потому что вот эта ветка, она потом перекроет. И иначе между вот этой веткой и вот этой веткой, и вот эта вот ветка, она промежуточная. Это она сейчас просто временно стоит для заполнения. А вот потом она уберется, эта ветка. И будет даваться вот той ветке расти. Вот. В общем, как-то вот так вот по тютине. Сформирована плоскость. Именно формировка пальмета. Пальмета, пальмета. Сейчас голова резко вылетела. Потом, конечно, надо уточню. Она, именно данная пальмета, только гнутьем. Вот здесь именно использована как бы и классический вариант, и именно гнуть пальмета Райенхауса. Можно меня поправить. Это не точно.